такое ощущение что по батареям кто-то идет кто-то очень медленно возможно ко мне оттянется василиск спасибо всем бонжур меня зовут полина и сегодня я расскажу вам про те книги которые читала не отрываясь всю ночь напролет естественно это те книги которые я читала когда было чёточку моложе постольку поскольку сейчас я уже нахожусь не в том состоянии чтобы читать буквально вот всю ночь напролет иными словами это те книги от которых невозможно оторваться если вы подписаны на мой инстаграм или на другие социальные сети то в курсе что в данный момент у меня конфетно-букетный период салоном муром и еще конкретнее с его иерусалимом вы знаете что я ждала эту книгу практически 13 лет в аскабане поэтому как только она пришла ко мне после оформления предзаказа я бросила все свои дела и конечно же кинулась к ней да вы наверняка уже можете понять что я эту книгу полюбила и вряд ли произойдет что-то на этих страницах что меня от нее отвергнет так что я думаю наши отношения будут продолжаться где-то месяц в течение месяца который я планирую потратить на этого толстячка я буду рассказывать вам каких-то общих литературных или около литературных темах конечно такая разгрузка на канале должна быть потому что вообще-то у нас стартовала библионочь это всегда очень страшный момент для меня скидки библионочь это всегда один из самых ожидаемых праздников для всех библиофилов и поклонников чтения книжный интернет магазин лабиринт уже запустил свою библионочь с розыгрышами подарками и скидками и продлится все это до 2 мая скидки на книги до 90 процентов море приятных и полезных подарков для читателей магнитные закладки с авторами стикеры с любимыми писателями книжные сумки и многое-многое другое кстати если вы хотите какой-то конкретный сувенир то вы можете воспользоваться календарем подарков на сайте лабиринта важный момент розыгрыши будут проходить не только на сайте но и в социальных сетях лабиринта а вот по ссылке в описании вы найдете подробности об этом масштабном празднике там же вы найдете интервью с авторами которые кстати беру я и я думаю это будет очень и очень интересно ну и мне кажется что праздник был бы неполный без моего собственного промокода используйте промокод реальная ночь при покупке от 1500 рублей для того чтобы получить магнитные закладки с писателями как поклонник скидок на книги я естественно уже оформила свой заказ и сейчас расскажу вам что же там интересного это неточка незваного обожаю издание классе ки от издательства речь неточка незваного достоевского книга мною уже была прочитана но захотелось иметь в своей библиотеке собственное издание пергюнд генрика ибсона и это просто невероятное издание честно скажу я пускала на него слюни на каждой ярмарке где я встречала эту книгу ее обложка действительно похоже даже по своей структуре на кору дерева и конечно же это то издание которое просто невероятное благодаря еще и иллюстрациям от сабы бродского знайки их друзья сравнительная история русской интеллигенции но вы знаете я люблю книги про специфические истории чего-либо и конечно же истории интеллигенции я просто не могла не заинтересоваться тем более эта книга от нового литературного обозрения которые как мы с вами знаем не балуют нас переизданиями собственных книг какими бы классными они не были и долгожданная работа бориса соболева идущие к черту дополнительные материалы для расследования журналиста которая вышла уже несколько лет назад но опять же вы знаете про мою страсть к разоблачением всех шарлатанов да да экстрасенсов даже на федеральных каналах называют шарлатанами и конечно же эту книгу я тоже купила как только она появилась мне кажется что до конца библионочи в лабиринте до 2 мая я сто процентов сделаю еще несколько заказов но теперь вы знаете чего ожидать на канале и в моем списке прочтения в ближайшем будущем конечно же после иерусалима алана мура ну и давайте вернемся к моему рассказу про те книги которые я уже читала всю ночь напролет первая книга которая не так часто мелькает на моем канале но я люблю не могу ее уже наверное больше десяти лет это иржи грошик и его легкий завтрак в тени некрополя конкретно это издание которое я держу в руках вышла в 2006 году тогда же я прикупила себе эту книгу в букинисти и знаете я до сих пор не перестаю удивляться что и по сей день иржи грошика и у работы можно купить в том же самом лабиринте например легкий завтрак в тени некрополя это потрясающая история написанная невероятным языком иржи грошика и тут наверное стоит сказать о том что кто такой иржи грошик не знает никто иржи грошик это был либо литературный псевдоним либо некий литературный призрак одного из известных авторов который решил вот таким образом накинуть на себя вуаль другой личности личность которая была создана как иржи грошик это якобы чешский писатель но при этом он русскоязычный и вообще-то иржи грошик по официальной версии уже умер умерли на самом деле человек который писал эти книги я не могу вам сказать потому что просто-напросто этого не знаю но легкий завтрак в тени некрополя в свое время меня конечно поразил эта история про юношу который приезжает куда бы вы думали конечно же в италию для того чтобы подыскать декорации для фильма но все не так просто потому что он встречает невыносимую валерию женщину которая мягко скажем с каким-то припеком и вот на фоне всей этой около любовные истории конечно же кипят страсти конечно же есть элемента дюльтера мы с вами видим еще и другие пласты времени то есть у нас есть вроде бы как единство пространство но нет единства времени потому что автор перемещает нас вплоть до древнего рима мы с вами знакомимся с каллигулой знакомимся с его истории и при этом в романе конечно же есть детективная составляющая не знаю как не знаю почему но у меня в свое время вот как раз когда я была 18-летней юной девушкой эта история просто поразила и по сей день я время от времени могу заглядывать в эту книгу могу что-то перечитывать но легкий завтрак в сине некрополя это просто сказка да это роман с элементами пост модерна но как вы наверное можете уже понять если не в первый раз на моем канале я подобные штуки люблю еще один роман от которого я не могла оторваться всю ночь это иуда искариот леонида андреева и важно отметить что недавно на канале выходил большой разбор биографии и творчества леонида николаевича если вдруг вы не смотрели обязательно посмотрите я не устану это повторять иуда искариот я читала как сейчас помню в ночь на пасху но непосредственно в тот день когда проходят все богослужения и в этом я находила что-то необычное как по мне если вы вдруг не знакомы с этим романом вкратце расскажу главный герой иуда искариота конечно же иуда искариот но леонид андреев показывает нам этого персонажа несколько под иным углом то есть он показывает нам его не с точки зрения официальной религии а через призму своих собственных философских размышлений и поэтому мне как раз взгляд леонида андреева на все это около божественное оказался очень и очень близок как вы видите за ночь читались книжки не самые объемные что в принципе наверное логично попробуйте проглотить джеймса джойса за одну ночь я посмотрю что с вами будет поэтому возможно этот ролик еще и подойдет тем кто до сих пор боится толстых книг кстати о боязни толстых книг я тоже снимала отдельное видео еще одна книга которую я прочитала очень быстро буквально за один вечер плюс какая-то часть ночи это ольга оленова и ее документальная книга про беслан про эту книгу мне всегда было вам тяжело рассказывать я помню в одном из выпусков прочитанного я упомянула ее едва ли не вскользь и больше внимания уделила ей в своем инстаграме но беслан и его заложники книга которая вышла до годовщины этой трагедии хотя это на самом деле нелепо звучит годовщина трагедия но что есть то есть таков русский язык книга это вышло чуть заранее и когда я ее читала как как человек который помнит это все сам своей собственной памятью это не какие-то ложные воспоминания я была уже в достаточно сознательном возрасте когда все это произошло чтобы понимать что происходит в рамках этого теракта это конечно же было очень сложно и читать это все еще сложнее потому что ольга оленова копает несколько глубже она не просто рассказывает о количестве погибших и о каких-то личных историях нет она затрагивает и политическую составляющую и некоторые слухи которые ходили среди женщин беслана поэтому эту книгу я могу смело рекомендовать вам вновь благо ее все еще можно купить ее периодически перевыпускают то есть дополняют тираж у меня одно из первых изданий там есть парочка опечаток но их тоже исправили поэтому смело рекомендую вам for post эта книга которая важна русский человек и русский читатель не так часто анализирует свои собственные трагедии мы читали очень много книг про трагедию 11 сентября в нью-йорке но при этом у нас практически нет книг в которых мы видим рефлексию до ответ души на наши собственные трагедии поэтому когда вышел беслан я конечно же поняла что это обязательно нужно почитать и поверьте не прогадала да есть вероятность того что вы будете плакать когда будете ее читать но мне кажется это важно важно именно анализировать собственные трагедии потому что трагедии чужие нами с вами изучены вдоль и поперек мы евгения замятина эту книгу я читала уже не один раз но все время все время как только я открываю первую страницу я не выпускаю эту книгу из рук пока не дойду до конца я очень люблю антиутопии особенно антиутопии написаны уже можно говорить классиками литературы современными антиутопии у меня как-то не складываются отношения но вот классические антиутопии это обязательный маст хэв в вашем читательском багаже мы тем более стояла у истоков всех других антиутопий но по крайней мере тех антиутопий которые появлялись во второй половине 20 века то есть и оруэл и хаксли все они можно сказать так или иначе вдохновлялись евгением замятином и его романом мы книга также была запрещена в советское время что в принципе неудивительно потому что то что описал евгений иванович очень сильно напоминала советский союз в мире придуманным автором или не придуманным существует некое единое государство главный герой это строитель интеграла d503 да у героев нет имен привычных нам с вами это лишь буквы и номера и самое интересное как и любая антиутопия мы до сих пор остается максимально актуальным потому что все герои этого единого государства да и не герои тоже они всегда находятся как бы под колпаком для того например чтобы встретиться с любимым человеком им нужно брать талончик для того чтобы уединиться и мне кажется что сегодня когда есть социальные сети и мы добровольно находимся постоянно на виду друг у друга этот роман тоже актуален насколько я знаю кстати готовится экранизация не знаю что из этого получится но очень интересно будет посмотреть потому что этот роман знаковый он категорически важен и я не удивлюсь если экранизация этого романа как-то провалится потому что людям антиутопии не очень близки существует огромный пласт населения который отрицает пророческие моменты в антиутопиях да да такие есть то же самое я могу сказать и про станислава лема и его солярис роман тоже очень небольшой и тоже читался мною за один вечер за одну ночь в общем все зависит от того когда я открыла эту книгу самое важное что отпустить солярис невозможно по крайней мере так было у меня и кстати да еще важный момент все что я говорю в этом видео это мое субъективное мнение которое не обязано совпадать с вашим вернемся к станиславу лему солярис да это фантастика и да я не отрицаю всю фантастику целиком я очень люблю классиков этого жанра и вот для меня солярис стал в свое время открытием я правда прочитала эту книгу уже после того как посмотрела экранизацию тарковского и да и экранизация и сама книга это категорически разные произведения но на них очень приятно смотреть именно в сумме используя визуальные образы тарковского и используя смысловую наполняющую станислава лема когда вы уже читаете книгу солярис если вдруг вы не читали или даже не знакомы с этим романом или уж тем более с фильмом мне кажется фильм даже в какой-то момент был популярнее первоисточника солярис это некая планета которую изучают ученые как бы иначе могло быть и вот эта планета по сути если так знаете просто просто вот взять и утрировать весь сюжет эта планета сводит людей с ума но самое важное это тонкий психологизм который станислав лем использует на страницах своего романа по сути мы с вами видим человеческие чувства которые автор облекает в некие галлюцинации которые порождает солярис и непосредственно одиночество и в итоге можно делать очень простой вывод что человеку нужен человек это действительно главное очень люблю эту книгу и на самом деле пока вам про нее рассказывал даже подумала может быть может быть изменить алану муру и даже перечитать его вскользь потому что ну кому он один вечер всего на это уйдет но но нет я я воздержусь я воздержусь и буду предана иерусалиму деус вульд продолжим говорить о фантастике кристофер прист его опрокинутый мир вы наверняка знаете этого автора потому что его престиж покорил множество сердечек да да это именно тот престиж в экранизации которого снялись хью джекман и кристиан бейл опрокинутый мир рассказывает нам про эдогий город на колесиках и нет не путайте вот с этим города хищников или как там это называлось в этом городе на колесиках есть главные герои и рассказывать про эту книгу чертовски сложно потому что конечно же у кристофера приста в конце есть некий вот этот поворот важный образ в опрокинутом мире это сам город который никак не может остановиться ему все время нужно двигаться главный герой этого романа это гель вартман он из гильдии разведчиков и он как бы бежит впереди этого города изведуя территории где этот город еще не бывал и вот там в этой пустыне за пределами этого города он совершает некие открытия которые запускают цепочку невероятных событий и конечно же размышлений главного героя о том не во лжи ли он живет я вот настойчиво рекомендую эту книгу потому что оторваться от нее было невозможно и сейчас я вспоминаю как я ее читал и даже несмотря на то что я помню финальный твист мне тоже хочется ее перечитать но видимо придется и с этим потерпеть раз говорю про фантастику расскажу вам и про фэнтези которые я тоже читала не отрываясь на протяжении всей ночи это нил гейман и его история с кладбищем до книжка опять же очень и очень маленькая прочитать ее можно за один вечер если вы не будете ни на что отвлекаться по сути история с кладбищем это переизложение истории маугли но в неком некроромантическом готическом стиле у маленького ребенка погибает вся его семья и он добирается в одиночестве до старого кладбища где и находит своих воспитателей то есть этого малютку будут воспитывать оборотни вампиры призраки и вот то как этот потусторонний мир влияет на нашего маленького героя как он растет среди всего этого мракобесия это очень интересно я знаю что нила геймана многие любят сама его в принципе то можно сказать люблю только без такого фанатства как например с алана муром да давайте считать сколько раз в этом видео я вспомнила алана мура но не могу иначе но но серьезно ребята у нас у нас такой конфетно-букетный период я я к нему прихожу а он не цветы конфеты метафоры образы зацепки ключи и я сижу и просто слюни пускаю вот настолько он прекрасен ладно вернемся к истории с кладбищем роман потрясающий я вам его советую хотя на самом деле романом называется это несколько странно потому что объем действительно небольшой и я бы даже наверное могла взять на себя ответственность и переименовать историю с кладбищем в некоторую повесть и сейчас вы удивитесь русская фэнтези это унна хард моя потрясающая настя максимова и ее работа троллей пик и непосредственно продолжение дикая охота я обе эти книжки то есть я их соединяю в одно потому что это одна история и в принципе выходили они в разное время но но как бы по толщине нормально сойдет можно было издать и в одном как бы виде но вот как вышло так вышло да в книге есть проблемы да я это прекрасно знаю но подвох в том что те книги от которых вам невозможно оторваться они попадают в определенное настроение благодаря которому вы не замечаете определенные косяки ну либо не очень сильно к ним придираетесь вот так было у меня с троллем пиком тролли пик я читала свое время еще в электронном варианте но не могла от нее оторваться мне возможно откликнулась история девочки главной героини которая по сути осталась без мамы и ее мама просто пропала из самолета никто не знает куда она делась и маленькую героиню отправляют к ее тете и ее тете оказывается тоже немножко с припеком я вообще люблю персонажей с припеком не знаю как это отразится на моем будущем но мне всегда интересно смотреть именно за такими героями я больше чем уверена что многие из вас читали уже эту историю грейс читали и знают что с ней произойдет знают что в книге полным полно скандинавского фольклора знаю кстати сделал нет 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 я не буду делать спойлер пускай автор сама вам обо всем расскажет когда придет время но в общем-то насти скандинавский фольклор идеально сочетаются и как мне показалось конкретно в троллимпике он еще и используется этот фольклор действительно с умом и для меня было очень важно именно это эти книги выходили одновременно с марой и мороком как вы помните в марии морок нам обещали славянский фольклор которого там сгульки нос а вот здесь его было достаточно он грамотно используется поэтому эти книги я могу вам порекомендовать с чистой душой но при этом да предупреждаю там есть косяки да я уже знаю что книга понравилась не всем но возможно возможно такой человек предвзятый к отечественному фэнтези как я все-таки не ошиблась и у автора есть потенциал по крайней мере я на это надеюсь потому что мы как-то с настей заобщались после того как я прочитала все ее книги и в общем то я очень дружественно к ней отношусь и считаю что действительно это те книги которые стоит почитать не настолько они плохие как могли бы быть если бы настя была менее усидчивым человеком остается не так много и кстати да по сути вот в этом списке книг которые я читала всю ночь напролет 12 штук если мы объединяем работы насти уны хард в единое издание остается четыре книги четыре часа до полуночи скажем так что же еще я читала всю ночь напролет что невозможно запихнуть например в маленький объем это макс фриш и его роман назову себя гантен байн макс фриш это швейцарский прозаик это тоже классик но как-то так вышло как-то так сложилось исторически что у нас это не самый популярный автор хотя он выходит в любимой всеми серии а ст классика эксклюзивная но вот как-то мимо него проходит возможно я сейчас попробую реанимировать этого писателя и конкретно его работы про гантен байна для большой аудитории и так роман рассказывает нам о человеке который решил притворяться слепым по факту он придумывает себе новую личность и называет себя гантен байн он покупает себе трость покупает себе черные очки чтобы ни у кого вокруг не возникало сомнений в том что он ничего вокруг не видит именно этот нюанс именно его попытка притвориться слепым человеком без определенных как бы органов чувств позволяет ему видеть гораздо больше и вот опять же тонкий психологизм который макс фриш использует тонкие моменты метафор и ассоциации которые он внедряет в свой текст устами своего персонажа я от этой книги просто в свое время протащилась и кстати да конечно же возникает желание тоже посмотреть на мир другими глазами не просто их закрыть не просто надеть темные очки а именно посмотреть на все что окружает вас просто другим взглядом вот наверное за такие вещи я люблю классические романы и кстати да давайте-ка я вам покажу смотрите видите разницу в двух этих книжках мне кажется вам должно быть видно вот подвох в том что опрокинутый мир я читала в этом издании а вот макс фриш у меня еще не тронут это девственная книжка которая я купила просто для того чтобы было потому что в свое время я брала макса фриша просто-напросто в библиотеке тоже банальщина но какая банальщина ремарк и его три товарища книга которую я прочитала наверное лет в 15 тоже не в этом издании не знаю чей перевод читала я недавно меня спрашивали вот в данным в данном экземпляре перевод архиповый но я с ним не знакома эту книжку читал мой муж я вам буду рассказывать про того ремарка которого читала в своей юности и брала в библиотеке вообще кстати библиотеки тоже наверное подключается к библион очень несмотря на определенного рода к видны и как бы ограничения поэтому обращайте внимание на библиотеки в своем городе и так три товарища потрясающая история любви у нас есть три друга у нас есть машина и есть девушка под патриция хоффман которая больна туберкулезом и между ними возникает любовь и вы наблюдаете рассвет этой любви видите как воруют розы из церковного сада видите как развивается эта дружба видите как патт входит в эту компанию я не знаю почему я правда люблю этот роман всей душой я не плакала в финале потому что я прекрасно знала чем все закончится это же блин ремарк но при этом мне было так трепетно мне было так обидно за главных героев мне было так обидно за робби что я их воспринимаю для себя как родных да это попса считаете меня тоже определенного рода ремаркнутой но для меня этот роман значит очень и очень многое мне кажется в какой-то степени даже именно эта книга сложила мое отношение к такому понятию как дружба а не пресловутый гарри поттер именно три товарища сыграли роль в моем осознании того какими должны быть настоящие друзья и какой должна быть настоящая любовь мы подходим к концу еще одна важная книга но не самая почему-то у нас в стране известна это патрик мадиана и его улица темных лавок патрик мадиана получил нобелевскую премию по литературе в 2014 году то есть до того момента как это премия превратилась в ничто и про не что его улица темных лавок наш главный герой по сути никто он себя не помнит он себя не знает но при этом он предпринимает все попытки для того чтобы выяснить кем же он на самом деле является и чувствуете в этом определенные нотки экзистенциализма он не просто хочет выяснить свое имя свою историю он хочет действительно понять кто он главный герой это эдакий диаген но он ходит по темной улице и ищет не человека а ищет себя самого или кто у нас там ходил по темным улицам и искал человека я помню что это был какой-то древнегреческий псих но могу ошибаться книжка очень тоненькая но при этом очень насыщенная патрик модиана пишет простым языком простым и доступным у него нет таких виноватых виньеток языка все очень просто все очень понятно и по сюжету вы вместе с героем продвигаетесь через все эти темные улицы его сознания и мне кажется что это та книга которую стоит наверное прочитать как раз в возрасте 18 и 19 лет конечно же моя рекомендация тоже субъективна и принимать ее просто-напросто за истину в последней инстанции не стоит ну и вы наверное думаете что здесь должна быть земля но нет земли я не буду вам рекомендовать несмотря на то что эта книга тоже меня настолько покорила что я не могла от нее оторваться в течение трех-четырех дней но я все равно порекомендую вам михаила елизарова и его сборник рассказов мы вышли покурить на 17 лет удивительным образом я как человек который не очень не любил творчество михаила елизарова я имею ввиду именно его литературное творчество до земли оказалось просто очарована его малой формой до его рассказами в этих рассказах опять же очень много чувств очень много того языка михаила елизарова который меня покорил в земле и я честно скажу я не знаю может быть может быть сейчас уже вот с этой валью влюбленности в его творчество мне нужно прочитать перечитать и пастернак и библиотекаря и возможно что-то во мне изменится по крайней мере в моем отношении к этим романом которые в свое время мне не понравились но вот мы вышли покурить на 17 лет я вам рекомендую этот сборник я знакомилась с ним кстати в электронной тоже версии тоже буквально залпом и аудиокнижку использовала вот настолько не могла оторваться но мне было необходимо чтобы была еще и эта книга в авторской серии михаила елизарова от редакции елены шубиной потому что я балдею от этого оформления вот на самом деле вот если бы все книги выходили в таком виде мне кажется я бы просто решила переделать всю свою библиотеку и просто закупить вот именно такие книги и да это такой элемент у меня сейчас есть лукизма букизма как как назвать человека как назвать это состояние когда ты судишь о книге по ее обложке но вот в данном случае это блин работает и конечно же я как и любой человек который любит эстетику да любит не просто там ну давайте честно вот оформление этой книги и этой как бы понятное дело что вот здесь вот у нас все гораздо продавабельнее все более правильно и конечно же это это подкупает вот это мне нравится больше просто чтобы вы знали на этом кстати у меня все я рассказала вам про 12 книг про 12 авторов которые не отпускали меня на протяжении всего времени прочтения и я искренне верю что что-то из этого списка что-то из этой стопочки вам оказалось интересно возможно вы тоже читали эти книги я прошу вас написать об этом в комментариях также кстати пишите в комментариях нужны ли вам эдакие перевалочные пункты возможно тут есть резон сделать все как было с бесконечной шуткой то есть время от времени снимать около влоговые видео с рассказом о том что же я нахожу на страницах иерусалима или нет мне если честно хочется вот озвучу свое мнение хочется дочитать сначала всю книгу от и до то есть прям изучить как видите я тут не просто не просто так странички отмечаю а отмечаем на те маркеры которые мне на данный момент кажутся очень очень важными так что да пишите в комментариях нужно подобное или нет или вы предпочитаете посмотреть потом весь обзор целиком полностью не разбитый на отдельные ролики ну а если вам вообще пофиг на алана мура но напишите об этом тоже в комментариях давайте не стесняйтесь просто расскажите что вам интересно на этом канале ну а я буду прощаться не забывайте про библионочь вот кстати все эти книги в том числе и иржегрошика иржегрошик до сих пор продается в лабиринте для меня это какой-то феномен но я вам рекомендую по ссылке в описании перейти и изучить все плюшки которые нам дарует лабиринт в рамках этой библионочи аж до 2 мая но вы не теряйтесь посмотрите те видео на канале которые вы еще не смотрели и мы с вами будем и дальше читать вместе